Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Александр Хробыстов и водитель Прохор Осипов. О обязанности дежурной машинки у нас нынче исполняет автомобиль Лифан Солана от компании Демидыч, что на Ким 75. И первым делом спешим сообщить, что у нас появился новый партнер предприятия Пермь Одежда. Так что нынешней весной мне предоставляется возможность каждое дежурство выглядеть по-новому. Ну а начнем мы сегодня с кадра дня, который в нашу редакцию прислала Наталья Юрьевна. Вот такое объявление увидела она на доме быта Малахит. Вход со двора, ремонт. И как прокомментировала сама Наталья, какой ремонт, такие и рабочие. Уже вторую неделю зима доказывает пермякам, что календарь для нее не имеет абсолютно никакого значения. И даже не верится, что на следующей неделе, как гласит интернет, ожидается потепление чуть ли не до плюс 10 градусов. Так слухи это или все же прогнозы? Интересуемся, как всегда, у специалистов. Погода, которая сформировалась в первый апрельский день, благодаря антициклону, завтра будет такой же. Без осадков небо будет почти без облаков, поэтому ночью подморозит в Перми до минус 10, по области до минус 14. Днем засияет солнце, и воздух прогреется до плюс 3 градусов. А на следующей неделе температура будет стремительно расти и превысит климатическую норму. Прогрев будет в дневные часы до 10 градусов, а ночью столбик термометра будет колебаться около 0 градусов. Вот она настоящая весна, но дискомфорт будет привносить в эту погоду резкий ветер. Сегодня, 1 апреля, не только начало месяца, но и день смеха. А потому мы решили, что называется, убить сразу двух зайцев. Подвести итоги марта, но вспомнить при этом самые веселые поводы для сюжетов. Чем, собственно, прямо сейчас и займемся. Нет, оно, конечно, понятно, что вход здания, он немножко с другой стороны, но если буквально воспринимать вот это вот сообщение, то ремонт обуви на Серпуховской работает так. Подходишь к окошку, бросаешь камушек, сапожник открывает окно, туда же ему ботинок, туда же денежку, и ходи, жди, пока отремонтирует. Потом окошко открывается, и готовый ботинок обратно. Вот такой вот сюрреализм. Вот такой сегодня кадр дня. Пока мы с вами отдыхали, в Перми появились первые перелетные раскладушки. По крайней мере, одна из них прилетела к 14-му дому по улице Ямпольской и поселилась на дереве. Где-то на уровне третьего этажа. Ну, а замечена и сфотографирована перелетная раскладушка была одной из наших телезрителей по имени Татьяна. Пермяк Сергей купил в магазине пакетик конфет. Ну, дело, в общем, обычное. Обратил внимание на этикетку, а там в составе кака тертая. И есть конфеты человеку расхотелось просто мгновенно. Можно сказать, уже традиционно первые деревья в нашем городе распустились во дворе дома номер 113А по бульвару Гагарина. Им здесь для этого не нужно ни солнышко, ни тепла. Ведь распускает их один из местных жителей, используя подручные материалы. Делает он это из года в год, чем дарит хорошее весеннее настроение своим соседям. Собака, как известно, бывает кусачей исключительно от жизни собачьей. А ежели предоставить ей нормальные человеческие условия, становится она мягкой и пушистой, как здесь. Во дворе дома номер 63 на улице Репина. Вот такой у нас сегодня позитивно плюшевый кадр дня. Буквально сейчас наша съемочная группа узнала о том, что в Ферме открылись новые, можно сказать, уникальные курсы. Вы готовы о них узнать? Итак, курсы сиситемных администраторов. Мы даже стесняемся предположить, чем они там, эти администраторы, занимаются. Но раз так открыто, прямо в центре города об этих курсах заявляют, значит, можно не волноваться. Должно быть все прилично. Насколько часто нам будет давать поводы для улыбок апрель, зависит в том числе и от вас. Точнее, от тех сообщений, которые вы будете передавать в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Или оставлять на сайте нашей телекомпании, который без труда отыщите по адресу www.refei.ru. Ну а наша бригада в составе Анны Водоватовой, Александра Хробыстова и Прохора Осипова на этом заканчивает свою работу. Поменьше вам разочарования и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok